Произошло эпохальное событие. Я победил 6 уровень стокфиш без обратных шагов. Покажу всю игру. Вот его рейтинг 1090. Я победил. Пока грузится, духовная пауза будет. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Почти игру я выиграл. Продолжение следует. 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 Вот, для него ход, по сути везде я выигрывал во время всей игры, только тут был такой маленький, где он преимущество имел. Он бьет меня, но уже некоторые шаги как бы наизусть знаю, поэтому он даже не особо думает, где надо идти ставлю, вспоминая, как раньше компьютер подсказывал мне эти. Тут я иду к королеву и защищаю эту пешку и эту пешку, если пойду слоном, так он сбьет эту пешку. Потому что тут королеву, ему даже надо было бы бить, как показывает. Он не сбил, мне надо было его бить. Но я забываю об этом методе, что так можно бить. Тут, конечно, мы убить, но ничего другого не остается. Тут теперь всякие подсказки мне, как надо идти. Посмотрим, как я поношел. Посмотрим, как я поношел. Вот там. Это тоже хорошо. У него надо там идти напасть на спешку. Мне подсказывает, что надо коня защитить вторым конем. Я слоном защищаю. Это, видимо. Посмотрим, как я там пошел. Я слоном. Это тоже хорошо получается. Ничего такого большого не проиграв. У меня грубых ошибок нет. Есть три ошибки и семь сомнительных ходов. У него есть семь сомнительных ходов, семь ошибок и две грубые ошибки. Так как глупенький, если проявить невнимательность, так он это воспользуется. Он не может где-то не заметить чего-то. Он все заметит. Любые мои промахи. Если играть с человеком, человек может подумать, что ты тут что-то замудрил. Но что ты так не можешь глупо поступить и просто не заметил твоего глупого хода. Если ему надо идти, опять с конем не пошел. Тогда я спокойно бью его пешку. Я так и подумал, что нужно коня бить, чтобы не терять. А если ему короля он сбил? Но все равно так сильно ничего не поменялось. Коня он сбил. Он опять советует, что конем нужно было тут идти. В принципе, у меня одна пешка выигрыша, поэтому и преимущество. У меня более развитая фигура, но могу ракировку делать. Надо было конюмиться. А тут я ошибся, но потом он мог бы шокировку бьет. Как бы грубой ошибки не было. Вот я тут пошел к компьютеру, поэтому опросительный и восклицательный знак, это значит сомнительные входы. Он тоже сделал сомнительный вход. Хотя нет у него... Нет, у него нет сомнительного входа. Но тоже не в пользу. Я подумал, что вот этот может бить эту спешку, поэтому пошел. У него сомнительный вход. Почему тут советует идти? Можем тогда сбить эту спешку. А потом я тут подойду и нападу на два коня по этому. Я тут подошел. У меня опять сомнительные входы. Почти тогда все выровнялось. А тут в начале у него была ошибка. Вот пишет, что он королевой понашел. Вот грубая ошибка. У нас вопросительный знак. Значит, один что-то ошибка. Если два вопросительных знака, тогда грубая ошибка. Перенемся к тому месту. Ольгу бы. Чтоб в них. Эти щепотку для того, чтобы я не забывался. Как я его забыла, Смотри, этот кальчик. Но сейчас я забываю. Смотри, как я брать. То есть не так, надо, если я не знаю. А потом вылжен. Вот тут ничья, а вот тут советуют убегать, а там я убежал. А там я убежал. А там я убежал. Моя цель была, чтобы избить... Но я хотел добиться, чтобы хотя бы ничья. Я просто не видел, где идти. Думал, может он меня не сбьет, тогда я испорчу его структуру пешек. Если он избьет, тогда я сбью его и будет у него король, все равно под опасностью. Поэтому так пошел. Он измел. Он надо было бить. Так. 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 Ему тут, конечно, ничего не остаётся, как ЗМИ. А то он попортил свою структуру пеши. Вот тут ошибка. Вот упростительный знак. Это было для того, чтобы эта башня не могла сбить вот эту, потом, когда я этим иду. Чтобы была защищена. Ну и вперёд пешкой двигать. Тут минус ушёл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У него сомнительный ход, теперь он бьет, это считается он когда сбил, это была у него ошибка, вопросительный знак, сразу у меня перевес появился И слон вообще-то немножко лучше, чем конь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут видимо советует, чтобы подвис этот конь, а все-таки советует в эту пешку лучше попадать Субтитры сделал DimaTorzok И подойдет башня и защитит эту пешку Как бы у него башня будет застрявшая между этими пешками, может только вот эту линию узкую перекрывать Поэтому это нехорошо, у меня вот тут может ходить и тут потом идти Тупенька его коню дам Тупенька его коню дам Ну иду вверх, потом спад, опять вверх и спад Пока еще не дал, тоже как бы ничего не проиграл А вообще-то да... А тут мудрее... А тут мудрее... А нет... Я тут похожу... Он конем уходит... Я бью башню... А да... Тогда я бью башню... Он бить не может, и он потеряет коня Да... Надо было тут идти... А он бы пошел вот этой башни... То есть, ты всё равно не потерял бы, а может и потерял бы. Я бью, он бьёт. Я бью, потерял бы. Симон бьёт. Пусть Симон бьёт. А я тогда ставлю шар. Ладно, он не бил, а бил. Я тоже сбил. Шах надо было ставить. Оттуда у него сомнительный ход. Оттуда у него сомнительный ход. Оттуда у него сомнительный ход. Эти спешки как-то двигаются. Когда двигаю, неправильно делаю. Хват подвинул, ошибка пишет сразу. Нужно было шаг строить. Взрыв. Оттуда у него сомнительный ход. Вот и тут как бы ничья. Потому что только у него сдвое на пешке, поэтому у меня лучшая позиция. Тут я задумался или бить или не бить. Я подумал, что я все-таки убил. Потому что, как показывает практика, чаще надо бить, если под бой обстоит. Что я тут вот тут пойду, если тут защищено, то он все бьет. Потом тут пойдет. Значит, вот этот бить. Вот тут не у нас сомнительный уход. Компьютер советует лишь бы шахи устраивать. Это, видимо, отогнать. Может, короля отогнать или что. Лучше его спешку напал. Он даже не сбил его спешку. У него опять сомнительный холм. Просто нужно ему на спешку сбить. Сомнительный холм. Сомнительный холм. Сомнительный холм. Я подумал, что так лучше. Хоть ничья будет. У меня будет спешка в плюс. Только когда гонишься с богатствами. Потом теряешься. Из билдов. Я советую туда идти. Вот, видимо, эту спешку продвигать. Я подумал, что лучше материальное влаго. Попухарку. Вот он там дает. То есть, у меня тут мать. Ну, вот так у меня тут две пешки. Попухарка. Попухарка. Он даже не сбил. Ну, вот тут под вопрос. На шутках. Попухарка. Конечно, иду вперед. Попухарка. 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 У него опять сомнительный вход. Это у меня ошибка, я подумал, если что, собью вот эту невинную спешку. Нет, я хотел вот эту броню. Может и эту спешку. Тут держится ближе центра, как посоветовал некоторых, что королю нужно ближе центра держаться. Беншпиллер в конце игры. Ну, вот этот метод идти, чтобы эту спешку сохранить. У него ошибка, а он пошел на два. Наташа Викторовна. Я теперь в депутации, я тут буду кто-то это сбить. Я подумал о ту рискованную вещь, поэтому я не пошел. У меня материального благ больше, поэтому я подумал, пусть сохранится. Вот, я подумал, еще нужно сократить бронюшки. Так, чтобы у меня было. У меня сменительный ход. Все равно у меня преимущество. Не баловь. Наташа Викторна. Продолжение следует... 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 считается соменительный ход когда тут дело касается уже гарантированно нужно один вот лично сделать вот его грубые ошибки что тут делал вторая что тут подошел а если бы не подошла, если бы была какая-то иду тут и похоже все равно у меня и мужик нет а чтобы у меня не завис компьютер я не буду показывать это много раз бывало что завис вот показывает что у меня все и и и и и и и и и